привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть gta 5 находимся около аэропорта сегодня мы укунем самолет пытаемся это сделать как у нас обычно бывает так бы начала нам нужно спуститься отсюда давайте поищем съезд кстати горел отсюда можно по вам поехать на экскурсию сейчас мы займемся не этим так блин где сползти можно вот тут например как спеть нас че ты как-то не так да хорошо в принципе мы заедем отсюда большой лайнер есть такое ощущение что мы не угоним вот что-нибудь маленькая на чем мы сможем потом двинуть культу epsilon скорее всего знаете мы сейчас просто будем убегать от погони вот смотрят я же не смогу это не смогу тут вообще слишком огромный вот этот как вот по-моему окей так парни спокойно уже лупят кстати в этой игре есть забавный глюк если сейчас нажать газ то так парень давай назад давай 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 пошел 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 хорошо я думаю все у нас получится так теперь поворачиваем я надеюсь нас никто не лупится сейчас задание пишите письма ничего я вновь этот самолет а просто так сегодня мы посмотрим задание культа эпсилом помните мы вступили в эту сектор когда зашли майком на сайт в результате у нас открылся один довольно любопытный сайт квест который другим путем в принципе не открывается но насколько я знаю насколько мне писали в комментариях это реально крутая штука я вот думаю может мне сначала подлететь к военной базе потому что говорят что прямо над ней высоко-высоко в небе находится и на ло я правда не уверен что его так легко можно получить может быть даже она откроется вообще только после того как мы пройдем игру на сто процентов но насколько я знаю принципе оно должно там быть поэтому шут его знает кто-то хотел сказать от полиции ушли но ушли взлетели слишком высоко и сейчас у нас может заглохнуть двигателем поэтому давайте маленько снимемся . пассажирском круто кстати говоря показывал вам акулу нет надо будет как-нибудь показать если заплываешь достаточно далеко в море с тобой начинает гоняться акула но если ты в это время на каком-нибудь я не знаю там катере это можно над ней воли вообще призгодятся довольно весело так хорошо копы внизу но я думаю они нас не заметят потому что мы довольно высоко если только вертолет сейчас появится опять это будет печально они по сути сейчас уйдем походу короче говоря меня просили угнать самолет вот смотрите я угнал самолет угнать военный самолет как вы понимаете будет довольно сложно хочу за взлетка они тут как раз та самая взлетка то есть это военная база на военной базе кстати говоря находится от c-130 довольно прикольный аппарат так сейчас я войду в штопор похода короче говоря тут в облаках где-то вполне возможно прячься на луну чё-то я упор не вижу покажите вижу луну ээй ладно хрен с ним чё устроим камикадзе снижаемся заходим на полосу и сейчас начнется кипиш понятно что меня убьют да успокойся ты чё-то по-моему слишком сбросила скорость отлично вообще так надо валить чуть крыло мне накрыло были бы я в таком месте блин чё это смогу сделать вообще то ладно попробуем повоевать хотя бы давай погнали у меня даже броника нет ничего свинтит на раз а что если попробовать угнать этот вертолет для этого нам надо будет правда пово снести скорее всего нет это безнадежно давай парень ты сможешь давай 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 и тот бёрд ого отца 130 взлетает давай 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 тихо тихо спокойно так уходим сразу надо вниз куда-нибудь как то вот так отлично теперь потихоньку полетели отсюда чертовые бабушки блин за нами вертолет ничего не перепутал там парень а как то мотает то давай 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 падаю же ну тихо хе-хе-хе простина было весело блин я не могу навестись на меня очень модель короче ребята все это хорошо конечно но мне надо валить чувствую я не свалил уже ох ты блин там что-то внизу вообще страшное происходит ну да ладно зато зато побаловались главное что ракеты манипуляют так мы начинаем глохнуть почему бы нам не приземлиться вот здесь спокойно 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 стоим так и теперь окей кто еще свидания я слишком высоко ничего не могу сделать но все кажется сметился тоже так блин мне бы конечно какой-нибудь все вот сейчас время топить от сюда мне бы сейчас какой-нибудь бронежилет арселон все вот это смерть Ну да ладно. Полетали на вертолётике и теперь поехали к культу Эпсилона. Зато в начале серии маленько побеспределили. По-моему, получилось круто. А C-130, который находится на этой военной базе, его в принципе в игре больше нигде нет. Его можно найти только там, так что это относится к уникальным видам транспорта. Их здесь всего, по-моему, штук пять на всю игру. Транспорт, который вы больше нигде не найдёте. Остальные встречаются как минимум по три-четыре раза. Кроме него здесь, кстати говоря, по-моему, недалеко от меня. Нет, далеко. Вот здесь находится трактор, к которому мы доберёмся, когда будем где-нибудь там поблизости. Трактор времён, наверное, там 1914 какой-нибудь год. А вот здесь находятся карьерные грузовики, на которых мы уже катались. И находится бульдозер, который, ну вы понимаете, который крутой, потому что он бульдозер. Единственная его проблема это то, что он очень медленно ездит. Но зато на нём можно переворачивать и гнуть. Так, ладно, погнали. Культ Апсилон. Ехать, в принципе, прилично. И я предлагаю по дороге нам заехать на Moon Nation и купить себе бронежилет без него. Потому что что-то реально как-то уже не очень круто. Вот как я люблю ездить по местной глубинке, ведь это реально просто какая-то отдушина. Потому что Лос-Сантос, при том, что он реально круто сделан, это всё-таки город из GTA. Да, мы его увидели уже, скажем, в GTA IV. И здесь, по сути, каких-то особых изменений нет. А вот в такой глубинке её вообще увидеть, по сути, негде. Что происходит? Ого. Ладно, парни, я тут не при делах. Что-то я весь грязный какой-то. Так, хорошо, возьмём вот такой вот. У него единственная проблема, то, что с ним выносливать быстро кончается. Ну, мы особо и не бегаем. Так, ну и что? Что-нибудь новое открылось? В принципе, нет. Так, магазин большей ёмкости. И полицейская расцветка. Пусть у нас больше вот такой какой-то. Так, и мне нужно купить тазер. Тазер не продаётся. Ну, хорошо. Кстати говоря, ну-ка. Почему я не беру никакое оружие в ближнего боя? Постоянет же кто-нибудь, довязывается. Ножик, это, по-моему, слишком жёстко. Дубинка, по-моему, зачёт. Окей. Что-нибудь более подходящее. Опять своих сланцев. Не было. Так, ближай. Не придумал. Ещё нам нужны очки тактические. Вот такие. О. Теперь такой чисто любитель оружия из глубинки. Ему, конечно, ещё какие-нибудь шорты цвета, хаки. В принципе, и такие пойдут. Ладно, погнали. Я надеюсь, культ Эпсилон там сейчас не будет слишком сильно меня палить, потому что мне кажется, что, приехав на эту миссию, мы реально там просто устроим какой-то дебош. Хотя, может быть, всё получится хорошо. Ну, просто я не доверяюсь сектам в частности и в этой игре в целом. То есть, наоборот. Не доверяюсь сектам в целом и в этой игре в частности. Потому что ни в одной игре, в которой была какая-то секта, ничем хорошим не заканчивалось. И ещё, кстати говоря, по поводу поезда, который меня просит себе угнать. Его невозможно угнать, в принципе. Ну, как бы... То есть, я даже забирался на него. Даже убивал машиниста, когда бегал по вагонам. Но забраться в сам состав, по сути, не представляется возможным. То есть, такой функции нет. По крайней мере, я её не нашёл. Хрен знает. Ещё его невозможно уничтожить. То есть, я даже бульдозер у него на пути ставил, обмотанный взрывчаткой. И сегодня хрен бы там. Ну и ладно. Я вам это покажу, то есть... Ну, как-нибудь потом. Сегодня мы занимаемся Эпсилоном. Так, красный пикап. Окей, срезаем. Парни там на квадриках хотят поучаствовать. Но в этом лучше участвовать с Франклином. Потому что это реально проще и интереснее. Хорошо. И вот мы здесь. Что за радио, кстати? Да, прикольно. Реально красный пикап. Ах, красный пикап, да? Так, хорошо. Почему бы и нет? Хехех. У Майкла... Кефлам. 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 Фу, хрена. Я не удивлен. Че-то такого я и ожидал. Если вы чувствуете, что вы не понимаете, то вы все понимаете. Возьмите, чтобы настоящую правду. Но сначала это будет 500 долларов, пожалуйста. Че? Че? Охренеть. В трусах. Чем они меня накачали-то? Ладно, отлично. Так, и теперь нам нужно Блос-Сантос, что ли? Это я так понял. Оно? Окей. Че-то меня это заинтересовало. Так, для начала. Мы находимся поблизости с тем местом, где находится бульдозер. Почему бы нам не устроить беспредел на бульдозере? Или на карьерном грузовике. Но это мы уже делали. Лучше бульдозер. Ох, че-то меня кроет. Посреди ничего. Где я вообще? Вот эти сети стоят. Помните поиск наземного разума? Кстати, вы замечали? Это я, по-моему, на запись сделал. То есть, когда проезжаешь, и там постоянно стоят какие-то люди в черном. Так, пожалуйста, посетите наш сайт. Окей. Жертвуйте. Не знаю, давайте 500. Че происходит вообще? Брат, брат. Хорошо. Так, теперь еще. Какого хрена это вообще было? Майки, надеюсь, у тебя не болит задница, потому что они с тобой могли делать все, что угодно. Они реально тебя вдолбали чем-то нехорошим. В трусах в пустыне. Ну как так вообще, Майкл? Ты чем думаешь? Майкл, я не знаю, я его не всегда понимаю. То есть, парень крутой и, наверное, самый крутой в стройке, именно в плане характера. Тревор, он реально просто самый-самый крутой. А Майкл, он реально просто какой-то вот такой парень, у него стержень есть, мужик. Но при этом, блин, его поступки временами просто вымораживают. Ну, там байкеры едут. Здрасте. Не подвезете? Да, вылазь. Хорошо, куда нам пилиться-то? Извини за машину. Спасибо за машину. Зачетный аппарат. Прям как во втором терминаторе. Извини, ты сам залез. Надо смотреть по сторонам. Так, короче говоря, вот у нас карьеры. Здесь можно найти карьерные грузовики. Больше в этой игре вы их нигде не найдете. Сегодня у меня такая простая экскурсия по местам, где вы найдете какой-либо уникальный транспорт. Кстати говоря, почему бы нам... Нет, я отсюда смогу, уже поздно. Я мог с разгона запрыгнуть просто на вагон. Да что ж ты не поворачиваешься. Колесо заехало на рельсу и выехать я уже не мог. Карьерный грузовик, он, конечно, крутой, но у него минус, что у него шина обрабатывается игрой, как шины на обычном автомобиле. То есть, если тебе попадут шины, то несмотря на то, что это огромная такая покрышка, она у тебя все равно взорвется. Это, по-моему, довольно тупо. Вот этих полно. А вон стоит наша ляля. Правда, мы сейчас очень долго будем выезжать. Приехали. Парковка от Блэка. Как дельфин из воды. Вот он. Блин, это просто реально крутая машина. Сейчас для нас самое главное это выбраться на трассу. И потом привлечь внимание копов. Потому что эта машина, она может... Куда пропал грузовик? Полтергейст. Кругом. Короче, ладно, поехали. Я думал, конечно, с Эпсилоном что-то у нас пообширнее будет, но ладно. Просто накачали наркотиками и выбросили. Хрен его знает. А что они, интересно, делали вообще? Это как-то объяснится потом, нет? Ладно, хоть не сдали меня этим, которые там... Как их... Альтруисты, что ли? То есть, которым Тревор сдает людей, которых подвозят. Помните, мы этим и занимались недавно. Да, скорости нам, конечно, явно не хватает, особенно когда он едет в горку. Ну да ладно. Шоссе уже, по сути, близко. Единственное, по-моему, что не может поднять этот бульдозер, так это поезд. То есть, поезд реально какой-то неинтерактивный, с ним что ни делай, хоть из танка в него стреляй. То есть, не подумайте, я из танка в него не стрелял, но я облеплял взрывчатки его, когда катался на нем. Ему пофиг вообще. Подставлял тот же бульдозер на дороге. Ничего не получалось. И ладно. Мои деструктивные наклонности тут не нашли выражения. Но в целом поезд крутой. На нем можно реально кататься, убегать от ментов. Ну, то есть, запрыгивая в вагон. Управлять, повторюсь, нельзя. Даже огромный лайнер можно поднять с помощью этого трактора. Так, блин, там опять поезд ей. Вот я вот сейчас продемонстрирую. Сейчас мы у него врежемся и попробуем поднять вагон. Это бесполезно. Лишь бы меня не перевернуло. Вообще пофигу. Даже ковш помялся. По крутости этот трактор, наверное, для меня превосходит даже робота из Лос-Планет-3. Хотя, казалось бы, это вообще была моя любимая машина в играх. Но это что-то совсем крутое. Так, для начала давайте привлечем внимание копов. Для этого устроим небольшой биг-бадабум. Так, заблокируем дорогу, чтобы вы никуда не уезжали. И сейчас... Блин, что-то вы близко стоите как-то. Так, спокойно. Что-то я от управления тут уже. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хорошо. Внимание мы их, будем считать, привлекли. Теперь берем пулемет. Перезаряжаем его. Перезаряжаем, говорю. А, нет, он перезаряжено. И поехали. Единственное, что может нам, в принципе, доставить проблему, так это вот этот вот Товарищ, поэтому с ним нужно быть поосторожнее Вот так, в принципе, я поговорю Здравствуйте Бульдозер это мощь Видите, как они мнутся? Когда я говорил, что в игре плохая система повреждений Она просто странно работает, реально, на машине вламываешься в стену И там только бампер мнется Но вот тут вот серьезно показывает, что, в принципе, все может быть и по-другому Ах, не дотягиваюсь Но он не так долго может стрелять Давай, парень, ты сможешь остановить меня, у тебя все шансы Блин, он как-то так в неудобное место встал Блин И знаете что? Задняя машина попала И ты тоже Капец, оно еще едет? До свидания Кто-то ржет там Так, выпрямимся маленько Блин, вертолет плохо висит И я в него попасть не могу Меня это беспокоит, он меня сейчас точно взорвет Спиной кто-нибудь есть? А, вон парень хочет что-то Капец, как эта машина еще ездит вообще Как видите, это, по сути, танк Что ему не хватает, так это Каких-нибудь бронепластин на кабине Это была бы реально Идеальная машина разрушения вообще Я вот не знаю, как они меня сейчас остановят Просто, скорее всего, вертолет меня рано или поздно расстреляет Ого-го-го-го-го-го Это было страшно Простите, копы Это не я, но само Пардон У копов реально проблемы Они бортуются, но они понимают, что это бесполезно Так, мы, кстати, уже дымимся Значит, скоро нам хана Дороги Капец Задним ходом даже лучше получается Хотя и передним, в принципе, неплохо Так, от этой машины лучше бы отъехать Она сейчас точно полуфина Как вот эта Парень, парень, куда ты едешь? Хе-хе-хе Давай, давай Это ты зря, по-моему Капец Капец Эх, опять высоко взлетел Так, ну я понимаю, что я сейчас, если Вылезу из машины, то меня свинтят Четыре звезды Все-таки как-никак О, все очень плохо Хотя О, полетели в небо Ну, короче, вот такой бульдозер На нем можно вполне неплохо устраивать Беспредел, как вы видите Получается крайне весело Только надо понимать сразу Если вы устроили Если вы едете на бульдозере То на бульдозере Вы от них не убежите Это до упора Просто пока вас не взорвут Можно реально устраивать Тут массакр А сейчас мы направляемся В Лос-Сантос Для этого нам, в принципе Надо вызвать такси Потому что так пилить будет очень долго Меня что там Птицы насрали, что ли Че-то такое у меня на ключе Так, хорошо Что? Ненавижу этого чувака Ее, болото Так, хорошо Служба спасения Это не то Вызовем Такси Блин, да че у них тут происходит постоянно? Окей Осталось дождаться Ну там не оно есть Вроде нет Че, где? А, ну смотри Так, короче говоря У меня постоянно ошибка была Я вместо того, чтобы садиться в такси Угонял Просто потому, что в GTA 4 Чтобы сесть в машину Надо было удерживать кнопку Y А чтобы угнать ее Нужно было нажимать А здесь сделали А здесь сделали Прямо наоборот Поэтому я даже не вчитывался Ну ладно Хорошо, поехали Здрасте Какой ты жуткий Так, поехали к Псилону Музончик Музончик можно как-нибудь Вот это вот Электронное что-нибудь И побыстрее, пожалуйста Короче, ну вы понимаете Он все равно будет ехать Очень медленно Как пенсионер А нет, смотри Больной какой-то Круто Так, ну ладно Не будем ждать Потому что, по сути Мы тоже самое могли сделать Просто угнав его такси И приехали бы гораздо быстрее Так что ладно Пропустим это дело Все равно с нас денег Довольно много-то не возьмут Возьмут по чуть-чуть Там баксов 50 максимум Хорошо Сейчас займемся и Псилоном И еще я бы хотел Сегодня заняться тюнингом Не знаю, успеем или нет Но охота затюнить Какую-нибудь крутую тачку Эй, мы здесь Так, ладно, пока Че, где? Здорово? Кефам, ты пришел так дал А вы доходите Но с гонкой Именно только немного Пропустилась Пропустила Тебе ждала arнета За этот момент Ты абсолютно И в какой-то Правильном месте Вы конечно же Вмех Я уничал Я инисил Я убил Я внушил Я в конфликция А затем Я обнаружил Энергетная Редина Такая Винестра Что если Я говорил Светлана А теперь Вы Прохлёra в неот Немвз Ты Ты готов Но Ты 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 Гот О, я не Редя Тогда ты готова! Я не знаю об этом. Правда, это невероятная, если ты способен понимать это. У нас есть ваш адрес. Мы вырвем вам инструмент инвестиционный инвестиционный, который поможет вам улучшить секретные существования. Это будет стоить так маленько как пять тысяч долларов. Пять тысяч? Какой цене вы положите на нужные инструменты для понимания все, и для достижения возможности? Я поставлю на это все, что вы получите. Кифлом, мама. Ну, я поставлю на это все деньги в мире, потому что это сколько это стоит. Мы предлагаем миллионы долларов об исследовании высокого качества, и обучение от лучших думателей, только пять тысяч долларов. Думайте, Майкл. И если ты думаешь слишком долго, мы знаем, что ты не готов. Кифлом. Кифлом! Фанатики. Окей. Ну, ладно. Допустим, давайте заплатим им эти пять тысяч. Это, конечно, довольно странно. Так, Эпсилон. Мне нужен Эпсилон. Эпсилон. Можно было, конечно, перейти по ссылке, но... Ладно. Держите. Кифлом. Так, все, выходим. И у нас появился новый, да? Маркер. Ну, ладно. Ну, допустим. Хорошо. Так, где мы находимся? Центр Вайнвуда. А мы находим... Как мы вообще... Это же пипец какой-то. Зашли в какой-то барак. Что там еще есть? Ах, обратно я не могу попасть. Ну, как и обычно. Короче говоря, ну что, братья-братья, давайте на этом прощаться. Увидимся в следующей серии. Кифлом. Так, давайте на этом прощature.